Куда попадают собаки после смерти, куда уходит душа? Смерть питомца – это горе для хозяина. Поэтому человек неизбежно начинает задумываться о том, куда попадет его домашний любимец после гибели. На слуху достаточно много теорий и вариантов. Существует ли собачий рай, может ли на этот вопрос ответить священник или экстрасенс, обо всем это рассказано ниже. Православие, есть ли душа у животных? Есть ли душа у собаки и могут ли домашние любимцы попасть в рай? Этим вопросом задаются многие люди, особенно когда их верный друг покинул этот мир. Само понятие души может трактоваться по-разному. Кто-то считает, что это собранные воедино мысли, эмоции, характер. Однако это касается лишь людей. Куда уходят собаки после смерти? Можно ли сказать то же самое о собаке или кошке? Хозяева домашних любимцев искренне считают, что их питомцы также наделены указанными качествами. Тем не менее, это будет не совсем правдой. К сведению, собаки действительно имеют черты характера, набор эмоций и даже какую-то индивидуальность. Однако, согласно позиции христианства, в отличие от человеческой душа собаки после смерти разрушается вместе с телом. Другими словами, после того, как мохнатый друг умрет, его душа развеется и исчезнет. По сути, это подтверждает сам факт наличия души у животных. С другой стороны, возможность их вознесения в райские кущи Библии просто не рассматривается, данная информация упоминается скорее вскользь. Душа у животных и человека в чем отличие? Если снова обращаться к Святым Писаниям, то можно вспомнить о том, что животные были созданы раньше, чем человек. Люди были уже венцом творения Бога, созданные по образу и подобию. Согласно Библии, животные также населяли райские сады и жили в гармонии. Звери находились в подчинении у Адама, и он сам давал им имена. На тот момент не существовало ни смерти, ни каких-либо страданий. Однако все это закончилось после того, как первые люди были изгнаны из рая. С этого момента все живое стало подвластно смерти. Кроме того, и человеческий, и духовный мир прошли через виды изменения. Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что животные тоже обладали душой, дарованной Богом. Обратите внимание, основное отличие человеческой души от животной заключалось в том, что у последних она тленная. Другими словами, душа животных после их смерти погибает, в то время как душа человека является бессмертной и может воспарить к небесам. Ту же позицию поддерживает Ислам. Души человека и собаки. Как общение с человеком влияет на душу животного? Куда уходят собаки, когда умирают? Этим вопросом интересуются многие, в том числе и ученые. Что известно точно, так это то, что общение и близкий контакт с хозяином, человеком накладывают неизгладимый отпечаток на собаку. Домашние питомцы перенимают повадки своих владельцев, учатся жить в социуме, насколько это возможно, и контактировать с окружаемым миром. Их ведут не только первобытные инстинкты, но и нормы воспитания. Наиболее ценное, что может получить пес от человека, это любовь последнего. Люди даже и не задумываются, как много влияния они оказывают на своих пушистых друзей. Некоторые даже обзаводятся чувством юмора. Это говорит о том, что такие создания, как собаки, обладают достаточно высоким интеллектом и со временем могут научиться по-своему. Общаться и взаимодействовать с окружающими. К сведению, существует мнение, что звери, обладающие высокими интеллектуальными навыками, живут значительно меньше. Однако это всего лишь гипотеза, не получившая официального подтверждения. Душа человека влияет на душу животного. Куда попадает душа животных после смерти? Куда попадают собаки после смерти? Точного ответа нет и не будет. В конце концов, человек так полностью и не смог осознать, что происходит с ним после смерти, а что уж говорить о питомцах. В некоторых религиях можно встретить описание специального рая, предназначенного именно для животных. Кто-то же считает, что душа любого живого существа. Эта энергия и после смерти она возвращается в информационное поле планеты или даже Вселенной. Реинкарнация домашних животных. Как уже было сказано, неизвестно, попадают ли собаки в рай после смерти. Тем не менее, вопрос реинкарнации в некоторых религиях освещен очень подробно. Считается, что если собака очень сильно скучает по своему хозяину, то она может вернуться. Обратите внимание, существует немало историй о том, что умерший питомец возвращался к своему человеку в теле другого животного. Возможно, это всего лишь выдумки любителей собачек и кошечек, но доля истины все же в них присутствует. Реинкарнация собаки, на какой день после смерти это происходит, не рассказана ни в одном вероисповедании. Хотя в буддизме говорится, что каждая душа должна пройти свой путь развития. От обычного камня она перерождается в новую, все более сложную форму, чтобы в конечном счете воссоединиться со Вселенной. Исследование М. Ньютона. М. Ньютон – исследователь и философ, который занимался изучением такого явления, как душа. Для этого он погружал своих пациентов, разумеется, людей в глубокий сон. К каким выводам в конечном счете пришел Ньютон? Испытуемые все без исключения сообщали, что у каждого живого существа на Земле есть душа. При этом сама сущность не может перемещаться ни вверх, ни вниз. Другими словами, никакого отхода к небесам и ангелам просто не существует. Души людей и животных перемешиваются единым потоком Вселенной. Многие пациенты имели неразрывную связь с душами своих домашних любимцев. При этом души последних имели другую, отличную от людской структуру, но все-таки они были. После смерти души питомцев находились в некого рода сферах, как и человеческие, но отличные. Важно, данные исследования являются весьма запутанными и местами непонятными. Однако они доказывают сам факт существования бестелесной материи у домашних любимцев. Из исследований студентов Института Реинкарнационики. Институт Реинкарнационики имеет на этот счет свое мнение. Многочисленные теории и откровения подвели ученых к тому, что не всегда в теле зверя находится душа именно животного. Другими словами, в них может попасть и душа человека. Человеческая сущность может отправляться в тела зверей по разным причинам. Чтобы отдохнуть и набраться сил, набраться нового опыта. Усвоить какие-то качества. Получить информацию о среде, в которую собирается прийти в будущем. Просто быть рядом с любимым, которого пришлось покинуть. Как пережить смерть четвероногого друга, советы психолога. Пережить смерть домашнего любимца не всегда так просто, как кажется. В подобной ситуации даже радуга может казаться бесцветной. Самое главное, что нужно сделать, это смириться. Вне зависимости от того, существует собачий рай или нет, можно думать, что любимый пес находится там, где ему лучше. Важно, не рекомендуется сразу же заводить другого питомца, чтобы восполнить потерю. Следует пережить расставание и уже собравшись с мыслями жить дальше. Пережить смерть собаки поможет время. Таким образом, не существует четкого ответа на вопрос, что происходит с собаками после их смерти. Человеку лишь предлагается выбрать наиболее подходящий для себя вариант и верить именно в него. Субтитры создавал DimaTorzok